Мужики, всем привет! Это канал Владимир Шамшурина, я Юрий Сенцов. И наш сегодняшний гость это выпускник нашего вчерашнего тренинга, который завершился в мае в Москве. Его зовут Санек, он приехал к нам из Израиля. Если ты еще не записался на наш уникальный в своем роде тренинг практика, то у тебя сейчас еще есть такая возможность. То есть с 13 по 16 июня Москва, 20 человек, которые уже активно бронируют себе места и делают только за тобой. Три лучших тренера по пикапу, я и мои помощники. Мы будем вместе с тобой делать эти практические задания и упражнения, вместе с тобой выходить в поля, давать тебе грамотную обратную связь. Такого ты еще никогда и нигде не видел и не увидишь. Поэтому я предлагаю тебе 3,5 дня провести лучшим для себя образом с 13 по 16 июня. Ссылка под видео, записывайся, увидимся на тренинге. Пока! Слушай, Санек, расскажи нам, просто всем интересно, как там в Израиле вообще с телками, с женщинами, как там вообще с сексом, табу-не-табу. Можно ли знакомиться на улице, в кафе или какие-то есть определенные законы, которые распространяются на местное население, либо на всех. Как вы там занимаетесь сексом, я имею в виду наши русские иммигранты? Ну, смотрите, скажем, насчет менталитета, если есть разная большая менталитета. Там, как я заметил, скажем, может быть, это Москве, может, это по всей России так, но у меня есть только личный опыт с Москвой. Там люди немножечко более, как бы, приветливость, как бы сказать. Тут просто, как я увидел, в самой Москве они более настороженно с вами общаются, а там, как бы, более-менее они с вами приветливы. А насчет, как бы, с девчонками и сексом, скажем, насчет красоты и качества девчонок, это, нет, что спорить, Москва лучше, Россия лучше, это все там считают так же, скажем. По большому счету, все мои друзья, которые прилетели, русские, нерусские, неважно. Хорошо, а как, ну, допустим, все равно там есть красивые израильтянки. Я мало их видел, но они все равно, наверное, есть, предположим, хорошо. Как подойти, познакомиться с израильтянкой там, у них, в стране? Ну, смотрите, там, как и тут, можно тоже подойти, поговорить, познакомиться. Ну, как и тут, и как и там, у всех есть эти затыки, которые, как бы, мешают этому подойти, просто поговорить, познакомиться, спросить телефон. Ну, как бы сказать, те же проблемы, что и у вас тут, парни, и там, и тоже. Это во всем мире так же. Так что, если у кого-то начинаются какие-то отговорки, то другой менталитет, там, они по-другому реагируют, вот это нельзя, это все отмазки, парни. Ну, то есть, я правильно понимаю, что Израиль, да, не какая-то там радикальная страна, да? Это все, это все возможно, все есть. Но ты, как нормальный там русский или украинский парень, как-то правильно там, да, выходец из Советского Союза, все-таки у тебя тоже есть свои проблемы, и ты, там, в Израиле понял, что тебе нужно, как ты вообще пришел, понял, что тебе нужно ехать к нам в Москву, сюда заниматься пикапом, что произошло такого, что в целом своей жизни решил, ну, вот, вертись к нам? Ну, как бы сказать, я, скажем, с Вовышем Шурина узнал примерно лет так 4-5 назад. Я когда еще был в армии, я там, как бы, знаете, в Израиле есть срочная служба, и когда я там начал служить, я как-то попал на видео Вовышем Шурина, я тоже начал интересоваться этой темой пикапа и все такое, разные тренера, американский, английский, ну, большой вот аспект от тренеров. И когда я попал на Вовышем Шурина, не знаю, случился, как бы, резонанс по поверьям, как бы, он более мне понравился. И, скажем, с продолжением годами я хотел вообще, когда закончил армию, прилететь уже сразу после армии. Но личные обстоятельства, которые случились, мне, как бы, как это сказать, не дали это сделать в тот момент. И со временем я более начал смотреть канал, и мне более начало нравиться, как бы, что Вова не только занимался, как Юра тут сказал мне однократно, и тот же Денчик, и сам Вова говорил, что это не то, как пойти присунуть, это более, как бы, сказать, большая тема, это развитие, как бы, что женщина, это только, как бы, стимул, как мотивация к чему-то большее, развиваться во всех северах, здоровье, духовно, деньгами. И мне это было, как бы, больше и больше всего нравилось. Я просто всегда хотел, хотел, и я так подумал, когда у меня появилась первая же возможность прилететь, я думаю, ну что, сколько уже можно хотеть, надо уже взять себя, просто, как бы сказать, взять себя за яйца и прилететь. Да, Санек, я сейчас тебя прерыву, извиняюсь, да, наш учитель Владимир Шамшурин, поэтому мы, перенимаем у него все. Я когда услышал, что ты сказал, что ты служил в израильской армии, мне, с тех пор я сидел, и мне не давала покоя там мысль, а, насколько я знаю, в израильской армии могут служить женщины, причем фотографиям-то я видел, что они, в общем, даже-то очень ничего, где спал ли ты там вместе с ними, там, не знаю, в одной казарме, или как это вообще, как это все происходит, где они там, или у них все отдельное, там, они за отдельными заборами, в отдельных казармах живут, есть ли вообще доступ к этим израильским женщинам, которые носят с собой автоматы? Ну, смотрите так, если ты, скажем, служишь в израильской армии, потому что это страна все-таки, ну, как бы, не религиозная, в качестве, ну, там есть, как, как, шрут, религия, и там есть этот фактор в жизни. Насчет в армии, скажем, есть четкое разделение, как бы у нас в армии, в Израиле называется шлювровой, скажем, что мужчины и женщины не спят в тех же казармах, и у них все, все отдельно, туалеты отдельно, казармы отдельно. И смотря в какой боевой единице ты служишь, Ну, они видятся там? Конечно, видятся спокойно. Близко, то есть, могут подойти там, поздороваться, обняться? Конечно, но только не при этом, не при виде командиров и все такого, потому что это может вызвать проблемы. А так, скажем, по-личному, то все спокойно происходит. И все там, они легко идут на контакт. А секс бывает вам не нахер? Конечно, бывает. То есть, это все нормально, как я себе хотел представлять, так, в принципе, все и есть на самом деле. Главное, что не сквалили, как говорят. А сколько лет служишь срочную службу? Ну, сейчас как раз изменился срок срочной службы. Раньше мужчины служили три года, это как я подслужил, а женщины служили два года. И если они были в боевых единиц, тогда три года. А сейчас это укоротили службу на 2,8, и для женщин 2,4. Скажем, взяли мужиков 4 месяца. Мужиков 2 месяца. Ну, прям весомый такой аргумент. Хорошо. Расскажи, вот ты сейчас прошел тренинг, что больше всего запомнилось, над чем больше всего тебе, ну, хотелось бы еще сейчас поработать, доработать? Ну, самое большее мне запомнилось, это ощущение, скажем, ощущение, что я хотел продолжения, как бы. Я помню, между вторым и вторым и третьим днем, я ложился спать, я просто не мог заснуть, меня просто все околотило, я хотел продолжения. Я вернулся примерно в свой номер, где-то в час ночи, я просто не мог заснуть. Я просто хотел продолжения. Такого продолжения, чтобы все понимали? Ну, общение с женщиной, общение этого процесса, наслаждение этим самим процессом. Мне не очень были важны номера, там, и свиданки, и секс, это, мне более нравилось общение, сам процесс, я начал от него получать кайф. Скажем, в первый день я более прошел механические, там, упражнения, типа, выполнять их механические. Здесь я могу предположить, что у каждого свое, я так понимаю, что ты живешь в Израиле, и такого количества красивых женщин там просто тупо нет, и тебе даже за счастье просто хотя бы пообщаться в штаб. Да, это, кстати, так. Какие, вот, ну, с какими страхами ты туда приехал, в данный день? С страхами? Это, кстати, хороший вопрос, надо подумать об этом, ну, как всегда. Хорошо, с какими затыками, если бы у тебя все получалось? Какими запросами, да. С запросами, скажем, а не просто получить эту свободу, подать и пообщаться. У меня, скажем, были такие сантыки, что, может, произойдет, скажем, негативная реакция, вообще там начнется какой-то трэш, арестуют не ты, а потом с нами вообще меня уволят. То есть это вера в те события, которые еще не произошло, но ты сам для себя их предопределил, и я сейчас, к сожалению, не помню, но есть хорошее, там, чуть ли не медицинский даже термин, характеризующий как раз вот то состояние, которое у тебя еще не случилось, но ты уже сам себе его расписал, на будущее, туда залез, успел туда в нем, в него зайти, испугаться и вернуться в настоящее, сказать, что я не пойду, я был в этом фьючер, и там очень страшно, да. Блин, это надо загуглить, вот этот термин, и взять его в использование, потому что, на самом деле, я сам грешил этим, каждый второй, да что уж там, почти что, каждый участник тренинга грешит тем, что создает себе ситуацию, импровизируя ему в его голове, что произойдет, когда он подойдет к женщине, он этот сценарий прокрутит, этот сценарий выстроит в своей голове, и сразу же его испугается. Это вообще самая крутая тема в нашем пикапе, ну, в смысле, в нашей стране, в нашем мышлении. Мы сами себе придумываем в голове несуществующие ситуации, в которые верим, и благодаря которым мы отмазываемся, и не идем работать, не идем, ну, я имею в виду в поля, не идем знакомиться, потому что мы сами, художники, себе нарисовали вот такие картины, и решили, что, ну, нас убьют, нас загребут менты, телка мне откажет при всем, там, в вагоне метро, при всей площади, а я, блядь, министр, мне же нельзя, меня все узнают. Ну, вот, таким способом, ребят, вы себя лишаете, ну, большого, как сказать, открытия, мы с больших уговоряем. Да, расскажи, кстати, о своем первом открытии, первом инсайте на тренинге, в какой момент это произошло, и что именно было? Ну, скажем, мой самый первый инсайт, я понял, что, скажем, даже если ты подходишь к девушкам, даже если ты начинаешь относительно вести какую-то ахине, которую ты сообщишь даже о ахине, а конкретно в самом случае, это просто тебе кажется, что ты несешь там какой-то вообще адский бред и все такое, а девушки реагировали, кстати, очень даже позитивно. Правильно ли я понимаю, что ты сейчас называешь под ахинеей задания, которые тебе давали на тренинге? Ну, да, и не одно, скажем, есть много всяких заданий, я не знаю, если я сейчас буду обсуждать. Ну, мы не будем обсуждать, просто... Ну, наверное, имена слышали, они скажут. Да, есть такое понимание, что у нас часто, когда ребята приходят, спрашивают, зачем мне делать это задание, зачем я буду вот это и говорить, а как я и скажу там, вали нахрен, я же не могу такого сказать, и поэтому для многих это разрыв шаблонов, это, как сказал Саня, это ахинея, они не хотят в это верить, что так может быть, поэтому многие предпочитают просто не делать, а кто даже это увидит, ну, не в тренинге, допустим, а в видео, они решают, что здесь происходит какая-то билиберда, и мы ерундой заниматься не поедем. Как я уже говорил, особенно ребята, которые взрослые, они четко себе дают понять, что мы сюда не едем по одной простой причине, что тут нам дают всякую херню, блядь, а мы уже взрослые, бегать не будем. Ребята, еще раз повторюсь, самая большая ошибка, и если вы все-таки хотите изменить свою жизнь к лучшему, там, начать уже нормально знакомиться с женщинами или готовиться к тому, чтобы завести семью, ну, вам нужно будет довериться просто тренерам, приехать, и мы, грубо говоря, уже сделаем здесь все, что от нас возможно. А вот расскажи, у тебя же был целый, намного больше выбор, чем у русских парней, потому что ты знаешь несколько языков, и вот ты сказал, что ты смотрел иностранных пикап-тренеров, вот их подход, хотя бы со стороны, чем отличается от Вовиного подхода? Вот, кстати, это я тоже хотел бы говорить, но сейчас, перед тем, как я отвечу, я как раз хотел сказать, что Юра тут как раз разговаривал, вот насчет этого, парни, если вы собираетесь приехать на тренинг, это как идти к доктору, вы просто должны прийти, сказать, я пришел, говорите мне, что делать, и я буду это делать, просто скажем, я видел пару случаев, скажем, что люди начали сопротивляться, нет, это мне не надо, я этого не, у меня все в порядке с этим, вообще, забудьте эту фразу, когда вы приедете на тренинг, и у меня все в порядке, если вы чувствуете, что у вас все в порядке, когда вам объясняют это упражнение, это как раз само то упражнение, что вам нужно его сделать, и как раз вернемся к этому вопросу Денчика, который спросил меня, какая разница между подходами Шамшурина, и подходами, скажем, других тренировок, ну не только подходами, я имею в виду не на улице, а подходы к тренерству, к пикапу, вообще, да, подходы к самому тренингу, смотрите, первое, что это, и самое, наверное, такое глобальное, что у него более подход, что как бы использовать пикап, не только как бы присунуть, а как бы саморазвитие, как бы, как это сказать, как бы, не знаю, как руча, как ударный стержень, чтобы двигать вас вперед, чтобы вы не застревали в своей колее, чтобы вы не сидели в зоне комфорта, и чтобы вы развивали, чтобы вы двигались, чтобы была мотивация, чтобы вы знали, что вы хотите, и как его достичь. Я понимаю, что ты хотел сказать, что мы на пикап-тренинге говорим не только о телочках, а помогаем, мы наставляем ребят на то, чтобы там кто-то там менял работу, там переезжал в Москву, но тут просто какое-то совершенствование, самосовершенствование. Ну да, более саморазвитие, саморазвитие. И второе, кстати, второе, что подходы, скажем, и все, как бы весь этот процесс, он здесь, как я видел, скажем, в отношении других тренеров, он как бы более натурален, он нет этого фиктивного, как бы всяких открывашек, всякие эти банальные фразы, всякие такие фишки, как бы более развивать свой личный стиль, скажем. Сначала, да, начинает там копирование, есть какие-то, может быть, какая-то шаблонная одна фраза, две фразы, скажем, только чтобы начать человек, чтобы он более-менее понял, чтобы более-менее почувствовал процесс. А потом уже, даже так упражнение построено, что начинается развиваться собственный стиль у каждого. И мы, скажем, вся группа начали это замечать, скажем, первый день, второй день, мы видели, более-менее все одинаково, а вот на третий, четвертый день у каждого развился свой личный стиль более-менее. Кто-то более такой веселый, кто-то более такой серьезный, кто-то использует, скажем, больше концентрируется на одном и на другом. Но это, парни, я просто не хочу тут начинать рассказывать про тренинг. Я хотел бы добавить, чтобы не то, что прям развился какой-то личный стиль, я хотел бы сказать, что вот то, что вы будете изучать, это просто ляжет на ваше внутро, то есть каким вы являетесь. Если там какой-то веселый заводной, то в принципе, ну, можно использовать вот такую модель пикапа, там такой живчик, который будет общаться, веселить. Есть ребята-бруталы, которые тоже, ну, ты не то, чтобы выработаешь свой стиль, а я еще раз говорю, что вот тут человек, если ты жил там, ну, по крайней мере, мое четкое убеждение, что если ты живешь там 20 или 30 лет, там, если ты спокойный чувак, то делать из тебя какого-то клоуна или живого там, ну, по моему мнению, опять же, ни один тренинг этого не даст, то есть это будет все временно, это будет какой-то некий укол, который, ну, то есть физическое, эмоциональное состояние человека будет менять только на какое-то определенное время. И, соответственно, если ты достаточно спокойный, уравновешенный человек, то есть, в принципе, твоя модель соблазнения, твоя модель знакомства, она вот и в таком ключе и будет проходить. То есть там не надо будет бегать там каким-то клоунам, веселить и все такое. Вот. Ну, в принципе, вот еще раз говорю, основа вот те упражнения, которые вам нужны для того, чтобы подходить. и, как ты, кстати, правильно сказал, нет каких-то ярких, явных фишек. Ваше знакомство, оно не похоже на знакомство, оно похоже на какое-то случайное общение, да, что ты просто шел по улице, не гулял и случайно там, ну, раз увидел там красивую телочку и начал общаться. Да, просто начал общаться, не то, чтобы там знакомиться, там, это я, привет, там, мачо. Ну, возможно, кто-то использует такие фишки, мы считаем, что это не совсем экологично, вот, а подходить просто... Тот подход, который не похож на настоящее знакомство, на самом деле, он более эффективный и он более простой. Даже более тебе, даже самому себе лучше, потому что этот подход, как бы, он показывает личственность самого себя, как бы, который ты сам по себе. Просто когда ты используешь фишки и все такое, это может быть не настоящий, ты, может, дойдешь до свидания, а там начнется все вообще не так. Скажем, ты будешь продолжать фишками, 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 но это не ты, тебе не будет удобно, ты всегда будешь напряжен, ты всегда будешь чувствовать, что тебе надо, что ты сделаешь, что-то придумать, потому что ты используешь эту фишку, эту фишку. А как тут все, это, как мое личное ощущение, ты просто развиваешь, как бы, показать истинного себя, Ты находишь, скажем, всякие спектры своей личности, которую раньше ты не знал. Скажем, как Юра тут подметил, что ты, скажем, веселый, ты не скажешь, что ты станешь сверхсерьезным. Ты просто узнаешь, что у тебя даже есть такая часть тебя, что может быть серьезным, что может быть веселым, если, скажем, вы слишком серьезным. Да, ты не станешь, ты просто откопаешь, что у тебя уже есть. Да, зарыто. Ты найдешь, как бы, это, свою личную... Ну и, Сань, тогда вот ближе к тебе, что у тебя конкретно изменилось вот после четырех дней тренинга? Кстати, четыре дня тренинга было бы... Было ли достаточно? Ну, скажем, если делать все упражнения, слушать тренировку, как я сказал, пришел к доктору, доктор сказал и делает. Конечно, есть одна фраза, которую использовали в тренинге. Я думаю, на видео лучше не надо говорить. Ну, скажи, если что, выражем. Ну, скажем, была такая фраза, что я пришел, наклоняйтесь, открывайте, говорите, все, делайте со мной все, что хотите. Наоборот, Юра, это еще продолжение. Да, наверное, нет, что-то не, подождите, а что там было? Ты рассказываешь, что когда ты пришел на тренинг... В общем, парни, я за кадром тут скажу, что есть у нас несколько моделей поведения на тренинге. Есть парни, которые пришли послушать, мы таких стараемся оцелить еще на стадии собеседования. Есть парни, которые суперактивно готовы к действиям, а есть, которых вот качают из стороны в сторону. Вот, Юра, у тебя какая была у самого модель поведения на тренинге? Что ты сказал, что ты задекларировал перед тренингом? Ну, на самом деле я к тренингу начал готовиться где-то за полгода. То есть я вообще начал изучать тему вот этой маскулинности, мужества, того, чего мне там, ну, как я предполагал и правильно предполагал, мне там, ну, не хватало в свое время, поэтому... Ну, я еще раз говорю, я пробовал себя в разных ипостасях, я начал там одевать какие-то камуфляжные куртки, чтобы больше быть похожим на настоящего мужика, там, взял какой-то газовый пистик, ходил там, полил по бутылкам, ну, то есть я прокачивал, взял у чувака этот тренажер боксерский, там, колотил, ну, то есть вот эту всю энергию мужскую я старался ее везде на, ну, подчеркивать, подчеркивать. Это, кстати, тоже дало свои какие-то результаты, я там делал упражнения, здоровым мужикам выбирал самых здоровых мужиков, которые там проходили в парке или в магазине, смотрел им всем в глаза, не отрываясь, ну, идет мужик навстречу, ты ему смотришь в глаза, и где-то игра, кто первый оторвет взгляд, и твои яйца в это время то расширялись, то уменьшались, там, ты понимаешь, что ты там, у тебя там есть только одна стопроцентная гарантия, ты точно проиграешь или умрешь, блядь, это одна стопроцентная гарантия, поэтому, ну, это было достаточно так, нелегко легко, но, опять же, это такая прокачка, я всем чувакам, кто, ну, сыт, я рекомендую ее использовать. И я себя немножко в этом, к этому делу подготовил и, там, смотрел различные фильмы типа «Гладиатора», ну, полностью себя погружал вот в тему настоящих мужиков. И оттуда для себя там почерпнул, что даже если тебе страшно, нужно с этим страхом, ну, как-то подружиться, либо с ним пойти рядом, потому что это на физиологическом уровне нам дано природой, ты родился со страхом, ты живешь всю жизнь с ним, ну, от него никуда не деться, его не излечит ни один тренинг, ни один врач, с ним может только быть взаимодействие. Поэтому я, когда пришел на тренинг, я встал со своими маленькими дрожащими ножками, когда сидело 40 человек, тогда были тренинги по 40 человек, и заявил там, ну, я уже где-то об этом говорил, что я заявил, что, ребята, я здесь приехал, чтобы стать самым лучшим, самым первым. И когда потом посмотрел на всех, смотрю, там двухметровые такие красавцы сидят с ближнего зарубежья, я понял, что я даже внешне по всем параметрам проигрываю, но уже, как сказать, слова были сказаны, мосты сожжены. И это, кстати, очень хорошая фишка, она дает тебе какую-то энергетику, что ты уже сказал при людях, при мужиках свое слово, и тут надо делать все, что угодно, чтобы его сдержать. И второй момент, что действительно я очень тяжело шел к тому, чтобы прийти в эту сферу, в эту сферу пикапа, и, честно говоря, я очень сильно измучился. Ну, у каждого у нас там своя жалостливая история, там, кто как жил в жизни, там, кого как судьба бросала, там, кто пил, бухал, курил. Вот, было у меня все, и, честно говоря, я так устал, я реально просто, я устал. Я устал. И когда я приехал на тренинг, я сказал, ребята, вот я там заплатил вам маленькую денежку, вот, вот мое бренное тело, говорю, делайте со мной вообще что хотите, мне ничего не страшно, я не жалею себя, мне ни пот, ни кровь, ни слезы, просто вот, ну, лепите что хотите, кинайте, пейте, но я обратно таким, как я, каковым я приехал с себя у Кирова, я туда не вернусь, я туда не вернусь. Я сказал, Шамшурин, ты мне обещал, все, что ты обещал мне на видео, ты должен со мной сделать, потому что я готов на все, потому что какую картину ты нарисовал, какого мужика, я хочу таким обратно вернуться, в принципе, спасибо, Володя, так все и произошло. Я это дорабатывал еще самостоятельно, делал все задания там после тренинга, но вопрос в том, что, когда приходят парни и говорят, а можно я не буду делать вот это упражнение, можно я вот сюда не пойду, это слишком красивое, а это вот у этой там кофта не та, ну, то есть ищут каждый раз себе вот, ну, какие-то легкие пути, ну, с такой философией, в принципе, ну, блядь, мне кажется, что и не то, что тренинг проходить, и жить-то не очень весело. Ну, через это опять же каждый должен пройти, я не скажу, что прямо этот там раз все, хотя это все переключилось, в принципе, разом, но эта тема, она зрела и болела на какое-то долгое время, и потом этот гнойник его именно вот в тренинге сорвало, поэтому мои, одни из самых моих лучших результатов как раз-таки прошли на тренинге Владимира Шамшурина. Я, во-первых, погасил все старое дерьмо, которое во мне назрело, и дал дорогу для своей дальнейшей уже жизни, а, ну, в частности, я познакомился со своей будущей женой, женился, у меня родился сын 4 апреля. Ребят, я всем вам желаю, чтобы, ну, и я забыл добавить, вот самое, наверное, простое, что можно было сказать, я, ну, я просто счастлив, я не сказал, но счастлив. Мне вот сейчас, в данный момент все эти женщины, все эти телки, они мне нахрен не нужны, у меня замечательная семья, жена, сын, и, ну, блин, вот это круто. Вот как говорят, ну, что семья – это, там, ну, одно из самых главных, там, в жизни мужика, ну, знаешь, ты каждый день просыпаешься теперь с чувством какого-то выполненного долга и удовольствия, и это, 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 это послевкусие, вот это чувство, оно тебя не покидает никогда. Каждый день ты всегда знаешь, что у тебя есть замечательная семья, и от этого тебе хорошо. Ну, ты представляешь, когда ты сейчас, ты просыпаешься утром один, и тебя, как, как всегда, гложет мысли о том, что ты, ну, блядь, пойдешь на работу, у тебя нет жены, ни хера нету, то, как бы, семья, по крайней мере, когда ты сделал сам выбор в пользу этой семьи, это намного круче. Я не говорю сейчас о тех мужиках, которые случайно, там, на дне рождения познакомились по пьянке с какой-то женщиной, которая более-менее была тогда к нему добра, и поэтому развязался разговор, ну, грубо говоря, было полное отсутствие нахрен выбора, и никакой ответственности за то, что ты тогда там делал, не было. Просто так совпало, что попался человек, с которым ты смог каким-то образом договориться, и вы решили, ай, да, ну, в принципе, и семью-то я и построю. А подробнее о семье, о выборе мы расскажем с Юрой в следующем видео. Сань, что пожелаешь парням, которые думают идти на тренинг или уйти? Во-первых, скажем, парень, независимо от вашего возраста, 20, 30, 40, ну, даже 50 у вас был один человек, я помню. 49, да. А, нет, было уже еще 54, я помню, это одно из старых видео, Говы. Может быть, да. Да, да, был такой богатый дядь. Неважно, сколько, какой возраст, никогда не поздно начинать. Если вы уже решились, даже если вы думаете, сейчас ломаетесь, я вам говорю, идите, это как раз, если вы ломаетесь, это вам как раз и нужно. Скажем, если вы боитесь какие-то упражнения делать, или что-то такое, это вам нужно, вы идите. И если вы уж придете на тренинг, я вам, так скажу, вы должны просто полностью отдаться, выполнить все задания, даже механически, вам не надо понимать, почему вы их выполняете, зачем вы их делаете, потому что были у нас люди, скажем, на тренинге, что я лично видел, что они не знали, почему они делали эти задания, зачем эти задания, но на четвертый день они просто изменялись, они сами удивлялись, как они так изменились, как это произошло. Так что, я желаю всем удачи и всем только до самого лучшего. Лучших женщин, лучших работ, больше денег, ну, знаете, всего хорошего. Украине привет, Израилю привет. Конечно. Спасибо, Санек. Спасибо, Израилю. И, кстати, самое главное, что хотел добавить, зенит чемпион. Если ты еще не записался на наш уникальный в своем роде тренинг-практика, то у тебя сейчас еще есть такая возможность с 13 по 16 июня Москва, 20 человек, которые уже активно бронируют себе места и делают только за тобой. Три лучших тренера по пикапу, я и мои помощники, мы будем вместе с тобой делать эти практические задания и упражнения, вместе с тобой выходить в поля, давать тебе грамотную обратную связь. Такого ты еще никогда и нигде не видел и не увидишь. Поэтому я предлагаю тебе 3,5 дня провести лучшим для себя образом с 13 по 16 июня. Ссылка под видео. Записывайся, увидимся на тренинге. Пока.